Привет друзья, с вами Максим. Собрал для вас очередную подборку полезных инструментов сайта Алиэкспресс, которые могут пригодиться в домашнем использовании. Ставь лайк, если участвуешь в конкурсе, который будет в конце выпуска. Поехали! Комплект из четырех пластин держателей для батареек. Изделие предназначено для хранения литий-ионных аккумуляторных батарей 18650. Имеет ячейку 4х5 и может задержать 20 батарей, изготовленные из пластика черного цвета. Кримпер для пчеловодов. Ни один уважающий себя пчеловод не сможет пройти мимо такого натяжного кримпера. Он способен значительно облегчить процесс обжима и натягивания струны. Высокое качество отделки с использованием нержавеющей стали и дерева делают устройство довольно стильным и удобным в использовании. Программатор ключей автомобиля. Теперь есть возможность самостоятельно запрограммировать ключ дистанционного управления автомобилем. Огромные функциональные возможности цифровой информативный дисплей и поддержка множества моделей, удаление старых и программирование новых. Это лишь малая часть того, что вы получите. Наборы насадок на дремель для шлифовки и полировки. Наборы разные. В комплект входит от 100 до 276 единиц. Они предназначены как для дерева, так и для пластика или металла. Наборы упакованы в удобных ящиках, которые позволяют хранить их в удобном для вас месте. Оригинальный деревянный 3D-конструктор. Станет прекрасным развлечением как для детей, так и для любого взрослого. Каждая запчасть изготовлена из дерева, а собранная конструкция поражает воображение. Собранный проект представляет собой систему шестеренок и различных движущихся деталей, которые взаимодействуют друг с другом. Вы соберете не просто конструктор, а самый настоящий миниатюрный завод. Ветрозащитная факел-зажигалка. Рабочие характеристики этой зажигалки призваны удовлетворить самого требовательного любителя оригинальных моделей. Изготовлена из металла, что делает ее менее ломкой и практичной. Такую зажигалку можно приобрести в качестве подарка для друга или коллеги, а также как сувенир или брелок. Очень удобно и просто заправляется газом. Строгальный станок. Это своего рода усовершенствованный рубанок. Такие станки применяются в процессе обработки деревянной поверхности, чтобы придать заготовке требуемую форму и конфигурацию. После использования такого станка поверхность изделия получается идеально гладкой. Регулируемая глубина резки до 2,5 мм. Вакуумная насадка на пылесос. Благодаря тому, что насадка подходит к любому пылесосу, ее можно использовать не только для уборки в доме, но и автомобиля. Щетка оснащена щетинками из углеродного волокна, что позволяет случайно не засосать мелкие предметы или хрупкие детали. Универсальное крепление и длинные гибкие трубки позволяют очистить от пыли даже труднодоступные места. Кронштейн для крепления лазерного уровня. Пластиковый кронштейн позволяет установить лазерный уровень на потолке для определения ровных линий поверхности. Магнит дает возможность установить кронштейн на металлическом профиле. Имеются надежные фиксаторы, а само изделие произведено из качественного пластика. Существует возможность регулировки. Мультифункциональная металлическая шариковая ручка. Товар крайне нишевый по своей специфике применения. Я вижу это как стопроцентную хотелку подарок для любителей всяких тактических приблуд. Острый конец при значительной силе удара может сработать как стилет для разбивания стекол в автомобиле. Ну а если даже применять для самообороны, болевые ощущения запомнятся на всю жизнь. Механический карандаш. Благодаря особой конструкции он вращает грифель, за счет чего карандаш затачивается, обеспечивая еще более тонкие линии и предотвращая крошение. Такая заточка не только обеспечивает использование грифеля более экономично, оно и позволяет делать широкие линии, держа карандаш под углом, что необходимо при штриховке. Шлифовальный инструмент для финишной отделки стен. Это мощный и надежный инструмент для тонкой шлифовки и финишной полировки различных поверхностей. Удобная рукоятка обеспечивает свободную работу с горизонтальными и вертикальными поверхностями. Благодаря удлиненной рукоятке с приспособлением для всасывания пыли во время работы, рабочая зона будет оставаться намного чище. Пистолет для двухкомпонентного клея объемом 50 мл с ручной подачей. Сменная смешивающая насадка обеспечивает удобный и экономичный способ применения продукта. Ручной пистолет используется для подготовки продукта из картриджей по 25 мл. Идет в наборе с иглами и аппликаторами. Аккумуляторная отвертка-трансформер от фирмы DECO. Находится в кейсе с большим набором инструментов. Всего 46 разных бит, сверл и головок. Также есть гибкий вал и 4 сверла. Развивает 230 оборотов в минуту и есть установка 15 степеней усилия. И самая нужная фишка в данном гаджете это трансформация, так сказать, из формы пистолета в прямую, как обычную ручную отвертку. Это дает возможность приступиться к самым укромным местам ремонтируемого объекта. Универсальный гибкий держатель с шестью руками для пайки. Представляет собой алюминиевую базу с шестью гибкими щупальцами-крокодилами с зажимами на конце. Подставка будет удобна при мелких работах при спайке для удержания печатных плат и тому подобное. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с Алиэкспресс, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А мы продолжаем. Измеритель уровня звука или шумомер. Прибор, с помощью которого можно измерить и сравнить уровень шума любой техники, а также оценить уровень шума дома, на улице или на производстве. Позволяет измерять минимальный и максимальный уровень громкости звука, а также непрерывно измерять уровень звука в двух режимах. Набор инструментов 53 в одном. В набор входят торцовые оголовки от 4 до 14 миллиметров, трещотка, отвертка, удлинитель, адаптеры и т.д. Неплохой набор для некрупного ремонта в машине и не только. За эту цену качество неплохое. Антистатический браслет. Для работы с элементами и приборами, которые боятся статического электричества. Самое простое и надежное решение – это заземлить себя при работе с микроэлектроникой таким вот браслетом. Расческа, нож-бабочка. Интересная вещь с двумя способами применения. Подходит для безопасных тренировок перед практикой с настоящей бабочкой, учебное пособие для обучения трюкам с балисонгом. И к тому же полезно в быту, как простая расческа. Тестер с клещами пригодится для работы с автомобилем. Будет полезен для подключения разных электрических приборов и обрыва цепи. Клещи позволяют узнать даже потребление энергии. Станина на дрель. Для использования шлифовальных и отрезных кругов. Такая станина будет выполнять функции отрезного станка, циркулярной пилы, точила, шлифовального и токарного станка. В описании оставлю ссылки на варианты с отрезными и шлифовальными дисками в комплекте. Анимометр. Это специальный прибор, который позволяет определить силу ветра и демонстрирует полученные результаты на экране. Эти устройства уже достаточно давно стали настоящими помощниками метеорологов, геодезистов и аэромехаников. С их помощью всегда можно определить перемещение газов, влажность воздуха и температуру. Будет полезен во многих ситуациях, а также в кайтсерфинге и других видах активного отдыха и спорта. Инструмент для снятия звеньев браслета. Услуга по изменению размера браслета часов в нашем городе обходится примерно в эту же сумму, что и стоимость данного инструмента. Поэтому если вы решили укоротить браслет самостоятельно, то он подойдет как нельзя кстати. Заклепки. Для точки крепления в листовом металле резьбовые заклепки пришли на замену приварным гайкам. Но в отличие от гаек, они не отрываются, а крепятся намертво в изделии и органично там смотрятся. Установить резьбовую заклепку можно в любом месте, даже с ограниченным доступом с одной стороны. Индикаторный микрометр или индикатор часового типа. Это механизм, который может преобразовывать перемещение измерительного щупа в движении стрелки по начерченной шкале. Используется он, чтобы производить замер отклонений неровностей или объема внутри какого-то закрытого корпуса. Данный прибор позволяет узнавать показания с весьма точностью, а также сразу же во время происхождения изменений. Паяльный фен. Довольно популярный термофен, который предназначен в частности для паяльных работ. Имеет два переменных резистора, один для регулировки температуры нагревателя, второй для регулировки оборотов кулера. Поверх установлен дисплей, который отображает температуру, выключатель питания и небольшой светодиод, который горит, если нагреватель работает. Кран мгновенного нагрева воды. Устройства, служащие альтернативой центральному горячему водоснабжению и накопительным водонагревательным бойлером. При весьма компактных габаритах аппарату удается параллельно выполнять функцию смесителя. В корпусе крана спрятан нагревательный элемент. Вода поступает по спирали и нагревается примерно через 5-10 секунд после включения аппарата. За это время она достигает нужной температуры. Для регулировки напора и температуры на корпусе изделия есть специальная ручка. Ручной кабельный резак, с помощью которого можно перерезать кабель диаметром до 32 мм, сделан с применением трещоточного механизма. Режет как алюминиевые, так и медные кабели. Режет гладко и чисто, без раздавливания кромки реза. Перчатки с подсветкой. Подойдут как для ремонтных работ, так и для рыбалки и даже для автомобиля, если вам придется ночью менять пробитое колесо. Имеет много заказов и кучу положительных отзывов. Механический ручной счетчик-кликер. Дело в том, что человек, когда считает непроизвольно, приговаривает цифры про себя. И когда переходят на десятки, а тем более на сотни, язык начинает заплетаться. Когда считаешь кликером, просто щелкаешь не думая. Потом смотришь результат. На вид безделушка, на деле довольно полезная штука. Выключатель с фиксацией и подсветкой. Из рабочего состояния выводится только повторным нажатием. Подсветка указывает на состояние вашего устройства. Выключено или включено. Сама кнопка пятиконтактная. Один минус и четыре плюса. Четыре плюса для того, чтобы управлять подсветкой кнопки. Алмазный тестер. Устройство также именуется даймонд тестером. Это портативное устройство, которое свободно помещается в карман. У него есть маленький наконечник, с помощью которого прибор взаимодействует с алмазом. Если камень настоящий, то тестер подаст звуковой сигнал или выведет необходимую информацию на дисплей. Принцип действия этого прибора основан на характеристиках теплопроводности. Держатель для дрели или шуруповерта. По сравнению с обычной стойкой, данная направляющая более мобильна и универсальна. Есть возможность сверлить под углом 45 градусов. Направляющая, в отличие от сверлильного станка, размещается на любой конструкции, где только требуется точное сверление. С ее помощью можно сверлить в уже собранной мебели или же на стенах и потолках, не говоря уже об отверстиях, значительно удаленных от края большой детали. При этом всегда будет происходить вертикальное и точное сверление. Мини эндоскоп. Девайс подключается к вашему смартфону или планшету с помощью USB или microUSB входа. Инструмент позволяет заглянуть в самые труднодоступные места, например, канализационную трубу, в моторный отсек автомобиля, щель за шкафом или оружейный ствол. Эндоскоп полностью водонепроницаем. Камера позволяет снимать даже в воде. Лазерный уровень с приспособлением для сверления и пылесборником. Для нанесения меток на уровне предусмотрено отверстие для сверления. Максимальный диаметр сверла составляет 10 мм. Встроенный в уровень компрессор во время работы создает разреженную среду между инструментом и ровной поверхностью, тем самым присасывая инструмент к поверхности, а пылесборник улавливает отходы сверления. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok